Девушки отдыхают Вы можете либо смириться с этим, либо заняться делом Это станет шоком для моего экипажа, для НАСА и для всего мира Но я все еще жив Сюрприз Спешно эвакуируясь с Марса во время песчаной бури Экспедиция НАСА оставляет на планете астронавта-ботаника Марка Уотни Космонавты думают, что их коллега погиб Но на деле оторванная буря-антенна лишь пробила биомонитор Марка и вырубила ученого Придя в себя, Уотни осознает, что он один на планете Что больше никто не знает о том, что он выжил И что следующая экспедиция прилетит на Марс лишь через 4 года И приземлится в совсем другом месте Поскольку привезенные с земли запасы на такой срок не рассчитаны Марку приходится самостоятельно выращивать пищу и придумывать, как связаться с НАСА У каждого человека есть инстинкт Помогать другому Если путник заблудится в горах Люди организуют поиски Если землетрясение разрушит город Из всех уголков мира начнет поступать помощь Этот инстинкт присущ всем народам Без исключения Великий Ридли Скотт снял один из лучших научно-фантастических фильмов десятилетия «Марсианин» с Мэттом Дэймоном в главной роли Новый блокбастер, основанный на книге программиста и начинающего писателя Энди Уира Принадлежит к той редкой разновидности космического кино, которую нельзя назвать фантастикой Роман Уира написан со всем уважением к науке и инженерии И в нем не фигурируют ни инопланетяне, ни временные порталы, ни завиральные технологии вроде световых мечей и гиперпрыжков По словам автора, в «Марсианине» неправдоподобна лишь песчаная буря из-за чины, слишком сильная для реальной марсианской погоды Уир не смог придумать лучшие объяснения экстренной эвакуации В остальном книга столь реалистично моделирует пути выживания и спасения Уотни, что боссы НАСА теперь рекомендуют ее тем своим подчиненным, кто планирует экспедиции на Марс Главный герой фильма — Марк Уотни, участник третьей экспедиции НАСА на Марс По книге у нас 2029 год В результате мощной песчаной бури на Красной планете во время экстренной эвакуации всей экспедиции Марк получил серьезные ранения Потерялся, и остальной экипаж подумал, что он погиб и улетел с Марса без него Но Марк не погиб, он очнулся после шторма и обнаружил, что остался один на необитаемой планете А на Земле все уверены, что он мертв На оставшейся научной базе есть условия для выживания только на 31 день Но Марку нужно выжить несколько лет, чтобы дождаться спасения от следующей экспедиции на Марс Ему предстоит пройти весь путь эволюции заново Наш фильм — это история выживания Если хотите, мы можем ее образно назвать научно-фантастической версией Робинзона Круза Здесь весь сюжет закручен вокруг того, каким способом человек может выжить, используя науку и свои навыки и умения в качестве ученого-ботаника Все, что происходит в фильме, относится к категории физических процессов Если ты в теме, значит научные познания позволят тебе остаться в живых Ситуация такая, до меня лететь не менее четырех лет И я в жилом модуле, рассчитанном на 31 день Мне надо получить воду и вырастить урожай на планете, где не растет ничего Но если я не найду способ связаться с НАСА, все это будет бессмысленно Пришло сообщение Бог мой Марк Уотни жив Мы прилетим за тобой, Уотни Утри снил Армстрон Правдоподобие и научная точность фильма Ридли Скотта — это одновременно и его достоинство, и недостаток Подобно Аполлону 13, марсианин — именинный сердца для зрителей, который обожает наблюдать Как талантливые люди решают сложные инженерные проблемы и выживают в кошмарных условиях Сперва чудеса предприимчивости проявляет лишь Марк Уотни Но затем, когда на Земле узнают, что ботаник выжил, ломать голову начинает целый батальон персонажей Американские ученые, конструкторы и сотрудники ЦУПа, космонавты из экспедиции Уотни И даже китайские товарищи, которые к полетам на Марс отношения не имеют, но не могут не помочь, когда на кону стоит судьба замечательного человека Мне пристал почитать сценарий Дрю Годдард, который написал его и сам собирался снимать «Марсианина» Я немедленно прочитал текст, и он мне понравился К сожалению, о книге я не знал, пропустил момент ее выхода в свет и даже не знал, какой сенсацией роман стал Но сам сценарий меня поразил своей оригинальностью, ведь не так много чего-то нового появляется в кино в наши дни Я согласился на главную роль, правда, сам Дрю Годдард не смог занять режиссерское кресло, так как его привлекли на другой проект Однако вскоре мне позвонили и сообщили, что сам Ридли Скотт вызвался снять «Марсианина» После такого сомневаться и раздумывать просто нельзя Я сказал, да, я в проекте Прогресс не происходит сам по себе Задолго до того, как ты достигнешь своей цели, тебе предстоит решиться Сделать первый шаг, один, затем другой Каждый день этот путь будет приближать тебя к мечте Будет трудно Борись И однажды этот день Придет Марс — неприветливая планета Большой температурный диапазон от минус 153 до плюс 22 в летний день Создают сложности с выбором гардероба Несколько слоев одежды могут отчасти выручить С дыханием еще больше проблем Воздух на 95% состоит из углекислого газа В почве отсутствуют бактерии, необходимые для выращивания продуктов питания Вода присутствует только в форме льда Даже красноватый цвет Марса выглядит как предупреждение Здесь вам грозит только смерть от удушья и переохлаждения Но людей не смущает, что их совсем не ждут там, куда они направляются С тех пор, как человек впервые устремил взгляд на небо Мы мечтали достичь Марса В 2029 году мечта стала явью И люди ступили на поверхность Красной планеты А уже скоро новая группа астронавтов отправится в путь Для человечества это один из самых амбициозных проектов Прямой результат десятилетий космической гонки И плоды трудов миссии созданы специально для покорения Самых отдаленных уголков Солнечной системы Это история миссии Орес Нашего величайшего путешествия Внимание! Гермес! Самый сложный и дорогой космический корабль в истории Мы построили лишь один, и он оставался на околоземной орбите между миссиями Попасть на Гермес помогут шаттлы После чего астронавты отправятся в свой безупречно спланированный космический круиз Но не питайте иллюзий Это не легкая прогулка Путешествия на Марс опаснее и труднее всего, с чем мы сталкивались Весь путь составит около 220 миллионов километров И на протяжении полета только специальная обшивка корабля Будет защищать экипаж Гермеса От пагубного воздействия космической радиации Способной необратимо повредить ДНК Но и это еще не все Вспышки на Солнце Астероиды и метеориты Представляют катастрофическую угрозу для миссии Всего одно столкновение способно посадить Гермес на мель Посреди агрессивного космического океана без надежды на спасение При условии, что все пойдет по плану Команда АРС-3 прибудет к орбите Марса через 124 дня И сможет спуститься на поверхность Прямо на Марсе Они проведут месяц в жилом модуле Который защитит их от высокой радиации Недостатка кислорода Песчаных бурь И экстремально низких температур Несмотря на все трудности Команда будет тщательно изучать биологическую историю планеты С целью узнать потенциал Марса для человеческой жизни Кто знает, возможно, благодаря их исследованиям Нашу следующую передачу Мы будем вести из первой марсианской колонии человечества В преддверии нового большого путешествия Которое сделает нас еще ближе к звездам Земля Великолепный мир, который подарил нам жизнь Уже не кажется нашим единственным домом в будущем Наши приключения только начинаются От имени СтарТолк мы хотели бы пожелать Экипажу АРС-3 безопасного путешествия Счастливого пути и будь молодцом, Гермес Основные съемки фильма «Марсиане» начались в ноябре 2014 года в Будапеште Эта прекрасная европейская столица известна тем, что в ней снимается множество голливудских блокбастеров благодаря прекрасным городским видам и опытным местным специалистам Но создатели фильма особенно привлекли павильоны возле известной студии Корда Павильон номер 6 – самый большой в мире, и он идеально подходил для создания марсианского пейзажа, включающего конструкцию базы и стартовую площадку для транспортного аппарата Декорации использовались в сценах с диалогами актеров для передачи интерьера базы и сцен ужасной песчаной бури Соответствующие марсианские пейзажи снимались уже позже – в пустынной долине Вади Рум в Иордании Из-за красного цвета гор и песка эта долина часто имитирует Марс в голливудском кино Работать над этим проектом было безумно познавательно Я очень люблю науку, всякие технологии, исследования космических пространств, обожаю разного рода экзистенциализм Именно поэтому люди посвящают всю свою жизнь научным изысканиям, становятся учеными Но только в космосе, далеко от нашей планеты Земля, мы можем постичь главный философский вопрос Откуда человечество пришло? И сможем ли мы освоить другие планеты? Марсианин ждет от зрителей пытливости и внимания, но не требует высшего технического образования Поскольку фильм наглядно, в стиле Чапаева с картошкой, разъясняет все, что может поставить публику в тупик Картина Ридли Скотта из тех редчайших голливудских постановок, которые одновременно развлекают публику Образовывают ее и чествуют знания и интеллект, а не умение спускать курок и бить морды С другой стороны, марсианин разочарует те, кто любит истории о человеческих конфликтах и о духовном росте Все герои фильма работают как одна команда, и единственный конфликт марсианина — противостояние хорошего с лучшим Директор НАСА не хочет рисковать жизнями космонавтов, а начальник полета считает, что это решение должны принять астронавты Ридли Скотт уникален тем, что он не боится менять гендерные роли в своих фильмах Это началось со времен культового фильма «Чужой», в котором он потребовал сделать главным персонажем женщину В исполнении Сигурни Уивер, хотя изначально роль была написана для мужчины На мой взгляд, это сделало картину классикой жанра и пошло ей только на пользу Затем появилась легендарная Тельма и Луиза, просто оде женскому кино Он потрясающий режиссер, я уже давно мечтала поработать с ним, особенно в каком-нибудь космическом фильме И вот моя мечта стала реальностью Мы его бросили Ну так летим за ним НАСА запретило это делать, а значит, это не подчинение приказу Если мы вовремя недополучим припасы, мы погибнем Если мы не справимся с гравитационным маневром, мы погибнем Напоследок стоит сказать, что при всей научности, происходящего на экране и отличного сценария и режиссура Отдельной похвалы заслуживает подбор актеров Когда подобная картина при всей ее спецэффектности оказывается на 80% разговорной Очень важно, чтобы умные вещи говорили харизматичные исполнители Они в «Марсианине» бродят стадами Проще сказать, кого у Ридли Скотта не играют звезды, чем перечислить всех примечательных исполнителей Да, они не играют на всю катушку, поскольку эта права лента предоставляет лишь Мэтту Дэймону Их поклонники могут быть разочарованы тем, чем в фильме занимаются Шон Бин Или, скажем, Маккензи Дэвис из сериала «Остановись, гори» Но в контексте «Марсианина» эти жертвы оправданы И картина бы развалилась, если бы каждый тянул одеяло на себя Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok